я сейчас получаю много разных сообщений от молодежи вот такой инструмент как биткойны цифровая валюта вы подумайте его изобрели молодые люди сейчас рынок 2 триллиона долларов то есть на цифровой валюте вращаются 2 триллиона долларов что такое 2 триллиона долларов объем всей продукции всех оказан услуг которые производят казахстан приблизительно 150 миллиардов долларов это фактически приблизительно 15 экономик казахстана представьте себе что в этой цифровой валюты которые забрали молодые люди вращается денег в 15 раз больше чем во всем казахстане это все сделали ведь продвинутые молодые люди у которых хорошее образование которые разбираются хорошо в компьютерах в банковской системе платежных институтах и я знаю что многие из нашей молодежи инвестирует туда и самое интересное что для производства биткоинов нужно чтобы было достаточно дешевой энергии я знаю что этот вид бизнеса захватил племянник нурсултана назарбаева хироса табалды и он получает возможность производить эти биткоины я сейчас на самом деле говорю на языке молодежи когда говорю на биткойна и каких-то цифровых валютах и все прочее я сейчас свои выступления адресую молодежи которые меня сейчас хорошо понимают так вот представьте себе что я слышу что замминистра энергетики казахстана заявляет что якобы производитель биткоина по сути наносит ущерб экономике страны что они покупают по дешевым ценам электроэнергию и там что-то на этом зарабатывает а мы с этого ничего не имеем вы представляете какой уровень безграмотности этого заместителя министра соответственно всего правительства потому что правительство сейчас оказывает давление на тех кто занимается добычей биткоинов но вы подумаете вот эта фраза что мы там с этого ничего не имеем но тогда производитель энергии не имеет ничего с производства угля с производством меди с производства золото они ничего не имеют с каждого гражданина который потребляет электонергию так получается то есть представляете какую абсурдную вещь сказал заместитель министра энергетики и это является государственной политики на самом деле что вы понимали в нашей стране избыток электроэнергии у нас дешевая энергия одна из самых дешевых в мире у нас угольные месторождения фактически находятся рядом около крупнейших электростанций одни они крупнейшие в снг есть в принципе некоторые по своим мощностям которые соответствуют скажем в крупном станции мира чтобы вы понимали что на самом деле происходит поэтому когда некий президент мебель такая заявляет что он говорит о дефиците электроэнергии которая вот скоро наступит не верьте ему у нас электроэнергии избыток более того тот период когда я работал министром до этого после все время в стране был избыток электроэнергии и сейчас то же самое и ближайшие 10 лет будет тоже самое избыток электроэнергии гигантский избыток электроэнергии особенно весенний летний период мы вообще не знаем куда давать электроэнергию девать энергии потому что вообще они станции простаивает и вот представьте себе что есть такой бизнес как майнинг так называемый добыча биткоинов используя оборудование его можно установить просто определенных помещениях фермах неких добывать этот bitcoin использовать дешевых нерву стимулировать развитие нашей энергосистемы чтобы мы потенциально больше производили энергии у нас такие возможности есть так производители энергии на этом зарабатывают чем больше они продают тем больше они зарабатывают это выгодно и в этих условиях идут гонения на производители биткоинов которые добывают этот биткоин понимаете это о чем говорит это что а не дальновидности архаичности мышления всего политического руководства страны